Программу транслирует компания Сидивизор. 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 Есть там один такой очень напористый, такой голос, такой как-то с внутренним конфликтом, с невидимым собеседником. Вот в этом смысле? Это Белизорский, собственно, и есть. А в другом ролике, где разные собранные такие короткие фразы и восклицания от разных людей, в котором начинается слово «вульгарность», вот вы наверняка уже тоже к нему привыкли за эти годы, так вот слово «вульгарность» произносит банкир Герасченко, а там вот внутри есть фраза Белизорского «категорически не согласен». Каждый раз, когда вы будете слушать этот ролик дальше, помните, что это Белизорский, которого врывых уже нет. Ну да, семь лет тому назад, как же я мог обойтись без фразы от Белизорского, я собирал на тот момент самых влиятельных, самых активных, самых характерных, в театральном смысле этого слова «вульгарность». И вот за семь лет, конечно, почти никого из них не осталось на российской политической уровне, а некоторых, вот как Белизорского, нет теперь и на этом свете. Помимо всего того, что сказано о Белизорском, сказано о нем за это время много несправедливого, а много и справедливого, много очень высказано к нему претензии, много очень ему поставлено, так сказать, в строку и на вид. Ну, прежде всего, я бы сказал, что главное, что, можно сказать, в упрек ему, это то, что он был человеком довольно жестоким, довольно бесчеловечным. И во всяком случае в том, что он делал в политике, он относился к окружающим его людям, как к боеприпасам, вот как к снарядам. Выстрелил из человека, ногой гильзу отбросил в сторону и побежал дальше. Вот, этого, конечно, многие ему простить не могли, многие не могли с этим смириться. Я, например, не мог смириться и всегда старался держаться от него немножко в стороне, хотя так получалось, что, в общем, все время были какие-то поводы для общения. Где-то он рядом, что называется, находился, потому что я был как бы в медийной среде, а он тоже был одним из главных, одной из главных медиаперсон. Он был политиком, мне приходилось много о нем писать, мне несколько раз приходилось его интервьюировать, но мне много-много, наверное, тысяч раз приходилось его упоминать и цитировать в своих текстах, поэтому куда удилишься. Ну, мне всегда хотелось это двинуться от него на несколько шагов, потому что я понимал, что этот человек очень жестокий и человек, который, не моргнув глазом, как-то выстрелит из меня, если я предоставлю ему такую возможность. Но в то же время, я хочу сказать о другой стороне Березовского, о которой почти никто не говорил в течение этой недели. Вот, казалось бы, такое невероятное количество слов навалили, а одна сторона дела осталась совершенно в тени. Это история о Березовском филантропе, о Березовском благотворителе. Надо сказать, что Березовский в ту пору, пока он был богат, а пора, это продолжалось достаточно долго, по разным причинам, по разным поводам. Многие говорят из числания, другие говорят из такого чувства соперничества со своими конкурентами, друзьями, врагами и так далее. Третьи говорят, что он этим покупал людей, четвертые говорят, что он этим создавал себе какую-то там реально не принадлежащую ему репутацию. Но, тем не менее, он очень много платил за всякие, я бы сказал, полезные дела. Ну, вот разве что, из того, что вспоминают, еще кое-как, еще хоть несколько слов было сказано. Это про премию «Триумф», которая и сейчас-то выглядит достаточно большой, насколько я помню, 50 тысяч долларов в ней. А уж тогда, когда она начиналась, много лет тому назад, я думаю, лет 10 тому назад, а может быть, даже и больше. Да нет, больше, я думаю, что это были еще 90-е годы. Эти деньги были просто фантастическими. И человек, который большой художник, который получал эти 50 тысяч долларов, понимал, что он может несколько лет вообще не думать ни о каких заработках, ни о каких пропитаниях. Он может спокойно творить, он может позволить себе осуществлять, может быть, те какие-то затаенные проекты, которые он от себя гнал, потому что считал, что, ну, они вот как-то заработка не принесут. Сейчас как-то не до того, когда-нибудь, может быть, когда выдастся для этого спокойное время. Вот спокойное время и выдавалось после премии «Триумф», и целый ряд актеров, писателей, музыкантов, людей искусства получили такую премию. Мне вообще обидно наблюдать их полное отсутствие на протяжении этой недели. Как-то вот ни от кого из них я не услышал доброго слова о человеке, который эту самую премию «Триумф» финансировал на протяжении многих лет. Кажется, только Зоя Богославская сказала несколько слов в первом выпуске программы Леонида Парфенова. Вот это, пожалуй, единственное, что я успел услышать. А больше ничего, собственно, и не было. Но это ведь не все совсем. А еще была большая-пребольшая история о том, как Борис Березовский заменил собой в России Джорджа Сороса. Об этом мало кто знает. А я хорошо знаю. Это происходило на моих глазах. Я много раз здесь, в этой программе, говорил о роли Сороса, например, в спасении российской науки. Он пришел сюда со 100 миллионами долларов и раздал эти 100 миллионов долларов в начале 90-х годов, иногда малюшенькими порциями по 200-300 долларов. Раздавал их ученым, для которых это просто был вопрос пропитания. Кроме того, он на протяжении многих лет оплачивал российской науке просто всей российской науке целиком. Оплачивал не больше, не меньше, как участие в международной научной жизни. Потому что для любого хорошего, серьезного ученого это жизненно важно. Передвигаться по миру, видеться с коллегами, участвовать в разного рода конференциях. Иногда работать не у себя дома, а где-то в каких-то гостевых лабораториях. Особенно, кстати, это важно для ученых-естественников, для биологов, химиков, физиков и так далее. Для астрономов, которым нужно ездить на другие телескопы и пользоваться разного рода другими инструментами в других концах мира. Вот березов сначала Сорос и платил за это, за все. А потом, прошло какое-то время, и Сорос сказал, что, пожалуй, хватит. Что, пожалуй, он сделал все, что мог для науки в этой стране. И, конечно, свою роль сыграло и то, что он был бесконечно оскорбляем и бесконечно, я бы сказал, плеваем грязью здесь, в России. Людьми, которые говорили, что он хочет что-то украсть, что он хочет кого-то обмануть, что он хочет что-то обманывать, вы выманить или что-нибудь вроде этого. И в какой-то момент Сорос сказал, хватит. Я меняю свою деятельность в России, сокращаю радикально свою программу, и тогда он перешел из сферы научной в сферу, скорее, гуманитарную. Тогда был создан фонд «Открытое общество», еще не «Открытая Россия», которая впоследствии была создана во многом по этому образу, по этому примеру была создана Ходорковским, а «Открытое общество». И деятельность Сороса довольно радикально сократилась и довольно радикально изменилась. Но благотворительность в сфере науки не прекратилась. Кто подхватил, что называется, это знали? Березовский. Нашлись люди, которые пришли к Березовскому, одним из этих людей был тот самый Олег Гальдфарб, которого вы достаточно часто видите в последние несколько лет в качестве такого какого-то публичного говоруна от имени Березовского, отчасти его пресс-секретаря, что ли, я не знаю, как еще это назвать. Он часто выступал от имени Березовского, много он говорил и вот на протяжении этой последней недели после гибели Бориса Березовского. И вот этот самый Гальдфарб, который был сотрудником Соросовского фонда и очень тесно общался с Джорджем Соросом, именно он договорился о том, что Сорос передал Березовскому вот эту вот эстафету благотворительности в сфере российской науки. И Березовский много лет ее нес, можно сказать. И очень существенные деньги были им потрачены на российскую науку и я думаю, что найдется немало ученых, которые вспомнят это время, вспомнят, как они стали ездить на эти самые международные конференции теперь за счет Березовского, как оплачивались разного рода стипендии, обучение, гранты, научные приборы, материалы необходимые для научных экспериментов и так далее, и так далее, и так далее. Прошло время и деятельность Березовского, вот именно эта благотворительная деятельность Березовского стала удивительным образом переходить и в область политики тоже. Вот мы привыкли считать, что Березовский это вот такое политическое животное, которое страстно борется за власть и только за власть, которое готов за зубами перегрызть глотку любому сопернику и так далее. А ведь существовал в начале 2000-х годов, в районе, скажем, 2002-го, 2003-го, 2004-го года, существовала очень странная организация, она называлась Фонд гражданских свобод. Это был фонд, который реально поддерживал правозащитную деятельность в России, подделал это в достаточно больших масштабах. Я знаком с людьми, которые осуществляли администрирование этого фонда, это была очень сложная работа, потому что уже тогда он существовал под постоянным наблюдением, под постоянным давлением со стороны государства. И с этим фондом происходило ровно то, что вот сейчас мы с Унсом наблюдаем в взаимоотношениях между российским государством и разного рода неправительствами, некоммерческими организациями. Мы чуть позже, может быть, поговорим об этом. А вот Фонд гражданских свобод хлебал это полная ложка, и уже в 2002-2003-2004 году. А между тем, помимо политических правозащитных программ, помимо помощи разного рода правозащитным организациям, которые существовали в России и боролись и за права человека, и за развитие демократических свобод, и за свободу слова, и за свободу собраний и так далее, и так далее, там было значительное количество, например, экологических программ, о которых совсем никто не помнит. Там, например, была колоссальная программа, связанная с улучшением условий содержания российских заключенных в тюрьмах и особенно в СИЗО. Прежде всего речь шла о медицинском обеспечении этих людей, прежде всего речь шла о туберкулезе в тюрьмах. Я хорошо помню, как этот самый фонд гражданских свобод проводил колоссальную программу, обследуя методично российские места заключения, обследуя тюрьмы, изучая вопрос о том, как содержится там больнее туберкулезом. А туберкулез использовался тогда, я подчеркиваю это, использовался в качестве средства пыток российских заключенных. В туберкулезах были туберкулезные камеры, куда сажали людей, которых хотели сломить, на которых хотели надавить, у которых хотели добыть какие-то показания. Они отправлялись в эту самую туберкулезную камеру и было понятно, что каждый лишний час, который они там проводили, был смертельно опасен, потому что там были собраны люди с открытой формой туберкулеза, которых намеренно никто не лечил. Вот Березовский и сотрудники его фонда, точнее не так, люди, которых может быть Березовский даже никогда и не видел, но которым Березовский платил и которые получали ежегодные крупные бюджеты от Березовского на ведение этой деятельности. Или, например, все, что связано с условиями призыва, с медицинским обследованием призывников, с положением, которое совсем молодые ребята, оказавшиеся в армии, с положением, в котором они оказывались, с дедовщиной и со всем остальным. Березовский очень серьезно финансировал программы, связанные с солдатскими материами и с разного рода другими организациями, которые выступали за соблюдение прав граждан в этих тяжелых условиях армейского призыва. Никто не хочет сегодня об этом помнить, никто ничего не хочет об этом знать. А между тем это было, между тем это тоже Березовский, и это тоже роль Березовского, и это тоже деньги Березовского. Те самые деньги Березовского, которые были добыты часто достаточно сомнительным путем. Понятно, что он вел очень странные операции в бизнесе. Он отличался такой очень специфической идеологией, которую совершенно не скрывал, я имею в виду бизнес-идеологию. Он говорил о том, что не нужно приобретать собственность, не нужно контролировать компании, нужно контролировать менеджмент. Можно скупать людей. И он скупал людей методично, скупал менеджеров, скупал директоров, переманивал их на свою сторону, заставлял их или обманывал их, и добивался того, что они начинали работать на него, и таким образом брал под контроль огромные предприятия. Таким образом, между прочим, он руководил и первым каналом российского телевидения, крупнейшим на тот момент. В значительной мере, таким образом, он руководил и аэрофлотом, и автовазом. Его власть была неформальной. Она распространялась, прежде всего, на менеджмент, а не на владение этими компаниями. За это, надо сказать, он и поплатился. Потому что, когда пришло такое время, когда нужно было продемонстрировать, на основании чего, собственно, он считает себя владельцем всех этих компаний, мыяснилось, что продемонстрировать-то ему и нечего. Все очень неформально, все как-то очень зыбко, все базируется на каких-то странных человеческих отношениях, на каких-то мусорных договоренностях, на каких-то таинственных рукопожатиях в сумерках и так далее, и так далее. Вот на этом ровно бизнес империи Березовского-то и развалился. А был период, когда именно это делало ее особенно мощной, особенно эффективной, потому что он почти ничего не тратил на это свое производство. Конечно, Березовский относился к тому разряду российских олигархов, которые мало что создавали сами в бизнесе. Они предпочитали брать чужое, они предпочитали брать готовое, брать его под контроль. Это действительно так. Я много раз подчеркивал, например, что именно в этом заключается главная разница между Березовским и Гусинским, потому что Гусинский, наоборот, создавал свое на голове вести. И в этом разница очень большая. Он создал и НТВ, он создал газету «Сегодня», журнал «Итоги», «Мостбанк», множество разных компаний, которые торговали там недвижимостью, занимались биржевской деятельностью. Так вот, у Гусинского это было характерно. Для Березовского нет, не было характерно. И ровно так же он действовал и в политике. То, что он создал в политике, он присвоил то, что уже было. Конвертировал, так сказать. Он переформатировал, он переформатировал проправительственную партию, превратил ее сначала в единство, а потом она сделалась единой Россией. Он раздобыл Путина, давайте все-таки мы будем про это помнить, что это он его, так сказать, вывел из невнятных и безликих чиновников на самый верх. Там есть несколько еще претендентов на эту большую честь, на звание человека, который нашел Путина и который привел его к Ельцину. Но, в общем, конечно, ключевую роль в конечном итоге в этом во всем сыграл Березовский. Это, несомненно, была одна из самых ярких и самых запоминающихся фигур рубежа веков. Это человек исторического масштаба, это человек, который останется в учебниках российской истории. Ну, это человек, которого в этих учебниках нельзя будет описать одним абзацем. Человек, о котором нужно говорить много разного. И человек, для понимания которого нужно что-то большее, чем просто вот такой поверхностный пошлий взгляд и попытка понять, что вот был какой-то воришка, который тут вот чего-то такое себе соскребал и в результате увез с собой в лоб. Нет, Березовский это не об этом. Нам еще часто предстоит его вспоминать, и загадка его подлежит обсуждению и нашему с вами размышлению на протяжении еще долгого-долгого времени. Не знаю, разгадаем ли мы ее когда-нибудь окончательно. На этом месте я сделаю перерыв на 3-4 минуты новости. Подумайте обо всем этом. Подумайте о Березовском, о другом Березовском, о котором говорил вам я. А после новостей мы вернемся к программе «Суть событий» и ко второй ее половине. Со мной Сергей Парховников. 21.30 в Москве. Добрый вечер. В студии Алексей Гусаров. На эти новости. Держатели акции Института, проходящего по делу оборонсервиса, добровольно вернули их в государство. У Следственного комитета заявляют, что этого добились их сотрудники. Таким образом, не уточняется. По данным следствия, акции стратегически значимого для обороноспособности страны 31-го государственного проектного института специального строительства были проданы частным компаниям по заниженной цене. Теперь владельцы их пришли вернуть. Причем, как подчеркивают в Следственном комитете, совершенно безвозмездно. Создание единой системы ПРО России и НАТО невозможно, но есть много путей для интеграции. Это заявил в эфирах Москвы замгинсек альянса Александр Мирожбов. По его словам, управление ракетами должно быть разделен. В то же время стороны могут сотрудничать в рамках системы раннего предупреждения, а также обмениваться аналитической информацией. Мирожбов также добавил, что объявленная недавно отмена четвертого этапа развертывания элементов системы противоракетной обороны в Восточной Европе должна улучшить отношения с Россией. Теперь нельзя ненадить ни на мигу, но в то сомневаться, что будущая натовская система ПРО не представляет никакой угрозы для России, сказал один из руководителей альянса. В Кремле объяснили, зачем Почта России была внесена в перечень стратегических предприятий, как сказал Интерфаксу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это было сделано для того, чтобы подтвердить важность предприятия для страны, а также в связи с возможным акционированием. Ранее сообщал глава Минкомсвязи Николай Никифоров, что приватизация Почты России может состояться не ранее, чем через два года. Женщина-наркоманка пыталась продать в Красноярске свою трехлетнюю дочь. В роли покупателя выступил полицейский, которому мать была готова отдать ребенка за 300 тысяч рублей, передает Интерфакс. В настоящее время 27-летняя местожительница задержана и дает показания. Ее дочка была доставлена в полицию, затем передана медикам. Зачем ей понадобилась помощь врачей, не уточняется. Малькеболисты российских Химок на своей площадке проиграли испанской команде Кахалабара. Матч ТОП-16 в Евролее завершился со счетом 82-86. Это шестое поражение Химок при семи победах. Команда сильно осложнила себе задачу выйти в плейбов. Теперь многое зависит от матча с греческим олимпиакосом, который россияне проведут в гостях 4 апреля. Завтра днем 0 плюс 2, переменная улучшенность, осадки в конце дня. Алексей Гусарев, служба информации, Эхо Москвы. Эхо, 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 куда? Реклама. Александр, что важнее для человека с высоким вкусом? Хорошая кухня и атмосфера ресторана. Для не сформировавшейся личности главное вам, чтобы вкусно кормили. Только истинные гурманы понимают, что изысканные блюда раскрывают свой вкус только в окружении, достойно их красоты. Что-то я сомневаюсь, Александр, что вам такие места знакомы. Иван, сидите вы в сад. В сад. Ресторан Урганта и Цикала. Оранжерея для гурманов. Никиманская набережная, дом 4, 051. 783-8108. С 27 марта по 1 апреля. Гостинный двор. Неделя моды в Москве. Два подиума, 6 дней, 50 показов, 100 тысяч гостей. Премьеры коллекции осень-зима 2013-2014. Векущий дизайнер России. Валентин Юташкин, Виктория Андреянова, Александр Аргольд, Маша Цыгаль. Неделя моды в Москве. Мода будущего сегодня. При поддержке правительства Москвы и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Вы недовольны работой полиции. Вам хочется перемен к лучшему. Именно вы нам нужны. Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве проводит отбор российских граждан в возрасте от 18 до 35 лет, не привлекавшихся к уголовной и административной ответственности, на службу в органы внутренних дел подразделения патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные полиции. Телефон для справок 8495-694-8242 и 8495-694-9684. Вернем в месте легендарного дядю Степу на нашей улице. Никакого, никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио, радио по Москве. 21 часа 35 минут в Москве. Это второй плейдопрограммы Суть событий. Я Сергей Пархоболко. Номер для СМС-сообщения плюс 7-985-970-45-45. А на сайте www.musk.ru можно смотреть прямую трансляцию из студии, можно отправлять оттуда сообщение сюда ко мне, и можно принимать участие в игре под названием «Кардиограмма прямого эфира». Можно управлять той самой кривой, которую вы видите, если смотрите трансляцию, у меня за левым плечом. Вот то, что сейчас там происходит, является абсолютно беспрецедентным. Если вы посмотрите записи моей программы, а там обычно изображена вот эта кривая, которая в течение программы получается, ну, за последний год, например, вы увидите, что эта кривая у меня всегда стелится по самому потолку, по самому верхнему краю этого самого поля графика. А вот сейчас первый раз, первый раз за год, посмотрите, что творится. Посмотрите, что происходит. Вот это Березовский. Вот это и есть график Березовского. Это портрет личности Березовского, историю Березовского, судьбы Березовского. Вот так, вот так он выглядит. И других сюжетов на протяжении года, которые вот вызывали бы вот такое восприятие, и вот до такой степени раскалывали бы аудиторию, я теперь понимаю, что не было в моей программе за все это время. Меня тут упрекают, что я редковато зачитываю те смс-сообщения, которые мне приходят. Знаете, я и не обещал их зачитывать. Я обещал их читать. И я, несомненно, их читаю, и достаточно часто они мне помогают для того, чтобы понять, как дальше вести программу, а в некоторых случаях, мне кажется, что их нужно ответить. Но вот Андрей, который как-то не очень внимательно слушал мою программу, пытается меня поправить и говорит, что фонд «Открытая Россия» финансировал Ходорковский. Ну да, я это ровно и сказал. Фонд «Открытая Россия», я подчеркиваю, финансировал Ходорковский. А вот фонд «Открытое общество», которое стало прообразом для «Открытой России», по подобию которого Ходорковский создавал свою «Открытую Россию», вот фонд «Открытое общество» финансировал, наоборот, Джордж Сорос. На ворованные деньги, пишет мне, ну, человек 10, наверное, в ответ на мою тирану и удовлетворительную деятельность Борозовского, говорят, что хорошо быть щедрым, когда деньги ворованы. Хорошо как-то разбрасываться деньгами, если они достались в результате воровства. Знаете, может и хорошо, но только мало кому дается. Воров вокруг нас сегодня с вами полное правительство, полная Государственная Дума, полный Совет Федерации, полный российский истеблишмент состоит из жуликов и воров, как мы с вами хорошо знаем. Ну и чего? Много средних благотворителей. Много средних людей, которые вот эти самые свои ворованные деньги могут от сердца оторвать и направить на что-нибудь, что нам с вами было бы полезно. Много вы таких знаете? Так что, понимаете, происхождение денег, несомненно, имеет значение. Но только характер человека, он образуется после того, как это происхождение определилось, и после того, как эти деньги накопились. И выясняется, что и с воровными деньгами. Одни поступают так, а другие и сяк. Одни демонстрируют широту души, а другие демонстрируют совершеннейшую низость. Ну и еще было тут что-то, на что я обязательно хотел ответить. А, Максим у меня спрашивает, а кто в вашем ролике говорит чушь несусветная? Максим, чушь несусветная говорит в глазе. Прислушайтесь, и вы узнаете его голос. Вообще, можно было бы устроить хорошую векторину из этого ролика. Может быть, я это и сделаю, когда, собственно, приблизится десятилетие нашей программы. А состоится оно, я надеюсь, что мы все доживем до этого момента, состоится оно в августе 2013 года. Ну что же, давайте я поговорю на следующий сюжет, который, мне кажется, очень важным. Я уже отчасти упомянул его. Это история с неповерческими разного рода благотворительными организациями, которые на протяжении этой недели подверглись, ну, просто ожесточенной атаке. Такой спланированной и достаточно бессовестной со стороной целой группы российских силовых органов. Пришли проверки, чаще всего такие комбинированные, с представителем от налоговых органов, с представителем от полиции, с представителем от прокуратуры, иногда с представителем от Следственного комитета. Почти всегда с представителем какой-нибудь официозной проправительственной телекомпании. Ну, чаще всего НТВ здесь работало. Вы знаете, еще американцы во время войны в Ираке придумали такой термин «embedded», ну, в дословном переводе «лежащие в кровати». Вот для тех журналистов, которых, так сказать, армия брала с собой. Их сажали, так сказать, внутрь танка, или разрешали высадиться в гости с десантом, ну, и, в общем, как-то допускали к военным действиям. Ну, понятно, что это были такие очень проверенные журналисты, такие надежные журналисты, в которых американская армия была совершенно уверена. Вот НТВ в последнее время ступила на этот скользкий путь. Оно сделалось «embedded» для российских силовых органов и позволяет себе абсолютно, так сказать, продавая и предавая свой журналистский долг. Вот это вот некоторое продолжение предыдущей программы, которая здесь, в студии, происходила вместе с Алексеем Симоновым. Вот вам, пожалуйста, пример абсолютного разрушения профессиональной среды и совершеннейшего предачества профессионального долга. Вот что вытворяют эти самые НТВшники абсолютно в открытую и бессовестность. Так вот, почему я говорю о жестокости этих проверок? Потому что они были бессмысленны, потому что задача их устрашения, потому что задача их, прежде всего, дать людям понять, что они работают под наблюдением, что дышать им не дадут, что легкой жизни им ждать не следует, что будут мучить и душить по возможности всякий раз, когда, что называется, дотянутся. Ну и как-то дезорганизовать работу, потому что когда является вот такая комиссия и требует распечатывать тысячи, буквально тысячи страниц, вот кто бывает в Фейсбуке, тот видел за эти дни целую кучу фотографий, где руководители разных вот этих неправительственных организаций гордо позируют на фоне своих собственных письменных столов, на которых лежат стопки распечатанной бумаги высотой там в метр иногда. Вот это те документы, которые приготовлены по требованию этой самой очередной комиссии. Понятно, что все это делается самым каким-то, с точки зрения делопроизводства, варварским, деловатским способом, все это нужно распечатывать на бумаге, почему-то во множестве экземпляров, все это нужно, значит, таскать эти килотонны всех этих документов, хотя все это, несомненно, нужно было организовать в электронном виде, все это нужно было бы передавать в виде файлов, все это на самом деле можно было бы посмотреть онлайн, и совершенно не обязательно было бы приходить и что-то такое демонстрируют. Но все-таки интересно, а что ищут? В чем страх заключается? Потому что когда приходят в организации, которые занимаются борьбой с коррупцией, в организации, которые занимаются обучением русскому, иностранным языкам российских граждан, как это было, например, с организацией под названием Alliance Française, это вообще организация, где люди учат французскую литературу, где они читают Вольтера, но к ним пришли тоже. Что происходит во всяких правозащитных фондах, что происходит во всяких фондах, которые связаны с содействием образования, правилам просвещения, оказанием юридических услуг и так далее, и так далее. Что, собственно, в них во всех ищут? Что такого одинакового? Ищут, скажем, Transparency International, фонда, который занимается выявлением фактов всех и всяческих злоупотреблений чиновничьей среды, и занимается изучением процесса коррупции в стране, и измерением объема и глубины коррупционных процессов. И вот в то же время что-то ищут и в фонде Мемориал, который занимается историческим наследием, который занимается сбором исторических свидетельств, архивными, исследованиями, ну и, разумеется, в связи с этими правами человека, поскольку сталинский период, который является одним из основных периодов для наблюдений и изучений мемориалом, разумеется, из него, так сказать, вытекает и традиция нарушения гражданских прав, традиция насилия государства над личностью. Вот этим всем занимается фонд Мемориал, и общественный Мемориал, и надо сказать, что, ну, на самом деле, оно уже на протяжении многих лет находится в одном шаге от Нобелевской премии мира, и каждый год обсуждается как один из наиболее вероятных претендентов на эту премию, причем, что называется, без глупости, без дураков. Знаете, вообще, что называется, номинировать на Нобелевскую премию в какой угодно области, и в особенности в области премии мира, можно любого сумасшедшего, и любой сумасшедший может это и сделать. Там процедура, на самом деле, чередичай непростая, а потом можно как-то начинать хвалиться, что вот этот человек был номинантом на Нобелевскую премию мира. Так вот, случай Мемориала, он совсем другой, это настоящий, настоящий претендент на эту Нобелевскую премию, рассматриваемый в мировом, так сказать, масштабе, в мировом разрезе, и я абсолютно не сомневаюсь, что однажды эта премия будет получена, и я думаю, что в результате всех этих проверок шансы на получение этой премии просто в ближайший раз, просто в следующем году, они в очередной раз существенно повысились, и Общий Мемориал сделал еще один шаг в этом направлении. Так вот, что ищут? Ищут школу подрывников, условно говоря. Поразительным образом люди, которые организуют эти проверки, и которые продвигают это, и которые создают эту атмосферу истерии, и этого безумия в окрепных коммерческих организациях, это люди, которые действительно верят, что те десятки и сотни тысяч людей, которые вышли на улицу в Москве и в других городах, зимой 2011-2012 года, это были люди, которые где-то были собраны, которые кем-то были обучены, натренированы, организованы и оплачены. Они по-прежнему в это верят. Даже больше того я скажу, они теперь в это верят еще больше. Они за прошедшее время только еще углубились, я бы сказал, укрепились в этой вере, что на самом деле за этим за всем стоит какой-то страшный заговор, и какое-то чудовищное, и такое подрывное партизанское движение. И вот следы этого заговора, и этого подрывного партизанского движения, они и ищут. И главные вопросы, которые задавали всем тем организациям, которые приходили на этой неделе с проверками, это были вопросы, а вы устраивали какие-нибудь образовательные мероприятия? А вы собирали молодых людей для того, чтобы обучать их чему-нибудь? А вы распространяли какие-нибудь методические материалы? А вы устраивали какие-нибудь летние обучающие лагеря? А вы, может быть, выезжали куда-нибудь в командировки с целью обучения кого-нибудь, чему-нибудь? Вот вопросы, которые учились на самом деле вокруг этого. Они ищут разведшколу, они ищут лагеря диверсантов, которые где-то в каких-то таинственных углах России под руководством Мемориала, или под руководством Альянс Францесс, или под руководством Transparency International, или под руководством Голоса, или под руководством еще кого-нибудь, организуются, и там, в замыскированных палатках, в окружении колючей проволоки, с патрулем из автоматчиков происходит обучение будущих демонстрантов. Там людей учат пользоваться белой ленточкой. Вот как-то правильно ее повязывать и нужным образом ею размахивать. А потому что иначе откуда же оно взялось? А иначе неужели же все эти люди могли собраться сами? Ну, это же должно всего образить, что они вышли, во-первых, бесплатно, во-вторых, по собственной воле, и, в-третьих, никаким специально необычным тренировкам. Это же чушь какая-то. Так же не бывает, правда? Рассуждают люди, которые это все организуют. Надо сказать, что люди, которые это все организуют, рассуждают так. А вот люди, которые это исполняют, так совершенно не рассуждают. И у меня набралась замечательная коллекция истории про то, как те самые люди, которые приходят от имени этих самых российских начальников в эти самые НКО, как, таким образом, они исполняют эти свои обязанности. Как они бывают с мужчиной, как они бывают обескуражены, как им бывает неудобно делать то, что они делают. Как они изумляются тому, что они там видят. Как они спрашивают потом у этих самых неправительственных организаций, «Слушайте, а вот вы такое правильное дело делаете, а чё это государство вас не поддерживает?» – спрашивают они. А те им отвечают, «А вы это у нас спрашиваете?» В некотором роде в нашем разговоре государство. Это вы. Может быть, вам лучше знать, почему государство нас не поддерживает. «Слушайте, а чё это вы на такую замечательную работу деньги берете где-то за границей? Вы что, их здесь не можете найти?» А те говорят, «Нет, а здесь мы не можем их найти, потому что здесь нам никто этих денег не предлагает. Ни государство нам их не предлагает, ни разного рода бизнесмены нам их не предлагают. Нам негде здесь взять эти деньги, поэтому мы должны получать финансирование из-за рубежа». Говорят, в нескольких организациях, которые вполне открыто сообщают о том, что да, у них есть международное финансирование, такое же международное финансирование, которое есть у значительного количества других международных организаций. И в России, кстати, работают огромное количество филиалов крупных мировых неправительственных сетей. Та же самая Transparency International, которую я упоминал, у них больше ста филиалов по всему миру, или, скажем, Human Rights Watch, или целый ряд других организаций. Не говоря уже о том, что в России работают отделения иностранных фондов. Ну, все помнят, например, что вот такого рода атаки произошли на германские общественные фонды. Надо сказать, что для Германии это вообще очень интересная и важная история. Это вообще такая особенность структуры германской политики. Там крупные политические партии, в особенности те партии, которые представлены в парламенте, каждая из них имеет свой фонд. Это такое очень специфическое образование. Это такой, ну, как бы, следовательский институт, который ведет исследования в области общественных наук в том направлении, которое интересует эту партию. Ну, если это партии зеленых, значит, они изучают там и экологические проблемы, и вопросы прав человека, и, там, скажем, равенства полов, и свободы вириспоеданий, и вот всякие такие, так сказать, гражданские культуры. А если это какие-то были правые фонды, такие были нормазные, то они больше заняты исследованиями в области экономики, в области социологии, в области трудовых ресурсов, в области предпочтений людей по части образования и профессионального обучения, и так далее, и так далее. Вот отделения этих самых фондов тоже как-то очень сильно были, так сказать, под очень сильным давлением, под очень сильной атакой на протяжении этой недели. Конечно, выглядит это немножко анекдотично, но, к сожалению, российская политика приучает нас к тому, что вот такого рода анекдоты, они достаточно часто оборачиваются очень серьезными и очень неприятными обстоятельствами, и, конечно, части этих организаций без вами можно просто лишиться. Они просто закроются, люди уйдут, не выдержат, не захотят существовать под этим давлением, не захотят существовать в ситуации, когда вместо благодарности они получают вот такую подозрительность и какие-то идиотские упреки. Ну, собственно, то самое, что произошло с Джорджем Сорсом, с которого я начал эту программу. И, конечно, последняя тема этой программы, о которой я не могу не сказать, она относится к событию еще не случившемуся, а к событию, которое нас ждет в воскресенье. Наверное, многие даже не знают об этом. В воскресенье произойдут выборы в одном из очень интересных городов России, в городе Жуковский. Это город совсем недалеко от Москвы, такой город Стутник в Москве. Город чрезвычайно интересный, очень красивый, очень уютный и наполненный очень, я бы сказал, специальной публикой, людьми, которые долгие десятилетия работают на науку, работают на сложные инженерные технологии. Там всегда были всякие авиационные лаборатории, связанные с такими передовыми, я бы сказал, отраслями российской науки и техники. И вот этот город стал очень важным полигоном, во-первых, гражданской активности, потому что люди, которые там живут, они, надо сказать, довольно активно начали как-то беспокоиться о своих собственных правах и своих собственных проблемах. Вы помните, что была большая история с протестами против уничтожения так называемого Цаговского леса. Цаговский он потому, что он назван в честь ЦАГИ, такого очень заслуженного и старинного института, где происходили исследования в области аэродинамики, ракетной техники и так далее. Так вот, по поводу этого леса происходили всякие колоссальные события. На этой волне слетел мэр города Жуковский. Образовалось очень интересное образование, такой как бы общественный совет города, который там сложным образом выбирали, выдвигалось по ходу дела некоторое количество таких очень интересных гражданских активистов, с некоторыми из них я знаком. А теперь там предстоят выборы мэра. И происходят они в условиях, когда вот вся наша так называемая избирательная власть, вот вся вот эта вертикаль ЦИКа, поддержанная абсолютно безграничным административным ресурсом со стороны исполнительной власти, администрации президента и вот подчиненных администрации президента, губернаторских центров власти. Так вот, ЦИК, что называется, обогазел окончательно. Вот я бы никакого другого слова не хотел бы здесь употреблять, потому что то, что они вытворяют, это совершеннейшее безумие. Они признали невозможными никакие предварительные дебаты между кандидатами. Они оказывают просто совершенно очевидное и совершенно недвусмысленное давление на наблюдателей и относятся к наблюдателям как к одному из самых важных, я бы сказал, таких дезорганизующих и дестабилизирующих их деятельность факторов. И была поразительная совершенно встреча в ЦИКе, когда туда явился и глава московского областного избиркома господин Вильданов, и человек по фамилии Кий, который является главой, собственно, избирательной комиссии города Жуковский, они там получали, что называется, накачку от Чурова и его заместителей. И в частности, эта накачка касалась того, чтобы не дать нормальным образом работать наблюдателям. И Чуров говорил, что всех наблюдателей переписать и зарегистрировать, но потому, что они и так не переписаны и не зарегистрированы. Для того, чтобы стать наблюдателем, необходимо предъявить там свои документы и быть зарегистрированным во всяческих протоколах, хотя бы потому, что в случае пересчета голосов наблюдатель должен тоже не в этом участвовать, и регистрация обязательно должна состояться. Вот всех наблюдателей переписать, говорят Журу, прессу всю переписать, которая будет этим всем интересоваться, выяснять финансирование. Вот это вот ключевая для всех фраза. Выяснить, кто финансирует наблюдателей. Послушайте, а если никто не финансирует наблюдателей? Если наблюдатели едут туда, потому что они считают, что это важно. И вот несколько дней тому назад там началась всякая чудовищная чехарда, потому что вообще город Жуковский является в избирательном смысле довольно передовым. Там 50 избирательных участков в городе, и все они оборудованы так называемыми КАИБами, то есть такими автоматизированными урнами, которые сканируют бюллетени, моментально их подсчитывают, и, конечно, процедура вброса там довольно сильно осложнена. Поэтому все надежды на какие-то другие, я бы сказал, технологии избирательных нарушений, прежде всего на разнообразные карусели, прежде всего на, так называемые, дополнительные списки избирателей, но мы с вами это все видели на президентских выборах, все это цвело пышным цветом, все это попытались рассветить и сейчас. И вдруг, откуда ни возьмись, несколько дней тому назад было объявлено о том, что в городе создается шесть дополнительных избирательных участков. Ну, для небольшого города это довольно много. Понятно, что явка там не будет безумно большого, ну, скажем, придет там треть населения, это значит, что туда несколько сот или, может быть, пару тысяч голосов, сюда пару тысяч голосов, и это может довольно существенно сместить результаты выборов. Тем более, что на прошлых выборах независимый кандидат, такой Игорь Новиков, там выиграл, он выиграл с перевесом в тысячу голосов у своего ядросовского конкурента, но произошел пересчет, часть голосов была у него украдена, часть протоколов были фальсифицированы, и в результате победы была отдана другому человеку. Так что, видите, вот тысяча голосов туда, тысяча голосов сюда, там в масштабах города Жуковский это оказывается важным. Так вот, образовались эти шесть дополнительных участков. Вот буквально за, там, десять минут до того, как я пришел сюда в студию, я получил смс-ку от одной своей хорошей знакомой, которая там следит за ситуацией в городе Жуковском, которая мне сообщает, что нет, четыре участка отменили, осталось их только два. Но все равно там совершенно поразительные вещи. Например, на шестнадцати избирательных участках, из этих пятнадцати, все члены избирательных комиссий являются сотрудниками одного и того же предприятия. Вот здесь предприятие, которое называется, я даже выписал, как оно называется, называется, оно называется гарантия строй. Так вот, эта самая гарантия строй владеет, как бы, шестнадцатью участковыми избирательными комиссиями. Я хорошо себе представляю, что это такое, потому что я сам член участковой избирательной комиссии, которая вот таким образом образовалась внутри некоторого московского муниципального предприятия. Я один раз был там на собрании, собрание-то происходило на кухне этого самого предприятия, как-то очень по-домашнему. Я понимаю, что это такое, когда тут начальник в председателях этой комиссии, когда все заранее сговорено, когда все свои, когда, так сказать, посторонние не мешают, еще сейчас наблюдатели прогонят, все будет хорошо. В общем, короче говоря, мы видим, что вот эта вот индустрия фальсифицированных выборов в России, она устоялась, она за это время еще больше окрекла, она еще больше осмелела, она убедилась, что власть поддерживает, что суды поддерживают, вот что важно. И вся история с судами, которые систематически отказывали гражданам. Продолжение следует...